Всем привет! Сегодня посмотрим игру, демо игры под названием Sleepgate. И это игра на FPS-креаторе. Очень удивительно было узнать, что кто-то еще делает что-то на этом движке. Очень устаревшим, очень багованным. Я когда-то сама им занималась, и его плюс в том, что там очень удобно делать шутеры. Просто поставишь коробок, кинешь персонажа, дашь ему оружие, накидаешь аптечек, врагов и все, и все будет работать сразу. Но минус это во всем остальном. То есть это настолько забагованное нечто, что-то просто ужас. Но создатели очень сильно работали над этим проектом, и вроде бы старались починить большинство его багов. Давайте посмотрим, что у них получилось. Яркость я оставлю как есть, подождем загрузку. Все загрузилось. Только один человек стоит между адом и землей. То есть это некая пародия на Doom, я так понимаю. Мы играем за какого-то солдафона, то ли морпеха, то ли кто он там. А он будет сражаться с демонами и спасать свою жену. А жена у него, наверное, будет главным боссом, потому что она тоже превратилась в полудемона, насколько я помню. Я немного следила за этой игрой и читала статьи, ей посвященные. Потому что я когда-то сама занималась этим движком, этим конструктором. И я знаю некоторых людей в этой тусовке, скажем так. Хотя я оттуда уже ушла давно и безвозвратно. Автора лично я не знаю, но я следила за разработкой некоторое время, когда мне эта игра попадалась на глаза. Кстати, одно из главных правил, когда вы играете в игранной FPS-креаторе, ни в коем случае не подходите к объектам слишком близко, потому что вы либо застрянете, либо провалитесь сквозь карту. Просто на всякий случай скажу. Это тело очень странно себя ведет. Скорее всего, это значит, что он потом встанет и на нас кинется. Так оно и происходит. Давайте просто... Он немного застрял. Попробуем отступить и посмотрим, как он себя поведет. Где он там? Ладно, это было ожидаемо. Я немного отвыкла от управления и вообще от креаторских игр, когда... Когда-то в свое время я их проходила много. Сейчас я вообще от них отвыкла совершенно. Никак не могу привыкнуть к тому, что здесь не нужно удерживать кнопку прицеливания. Достаточно один раз ее нажать и все. Что такое у меня сегодня с точностью? Не очень все хорошо, но... В принципе, я играю как-то так расслабленно. Я не слишком стараюсь все проходить на отлично. По всем врагам точно попадать. В принципе, этого можно было бы вообще не трогать, но давайте, бедняку, добьем, чтобы не мучился. Так, кто-то очень громко с помехами только что нам что-то проорал в ухо, но... Я не успела прочитать, что там было. Не особо важно, просто ходим, отстреливаем зомби. Здесь нужна карточка. Ключ-карта, которой у нас еще нет. Кто-то бежит. Бочки наверняка взрывные. Ну, а я... Я себя тоже подрываю, случайно. Я еще немного болею, поэтому... Продолжаю кашлять. Что-то странное с этими частями творится. Они так скользят, как на льду. Так и должно быть. К тому же я об них убиваю. Зачем вот эта кнопка нужна? Я не понимаю. Она свет включает? Похоже, что-то с освещением меняется, но я не уверена. Ладно, ставим ее в покое. Здесь силовое поле, я думаю, бесполезно пытаться туда пройти. Здесь нужен ключ. Дробовик лучшее средство для близкого контакта. Или типа того, он сказал. Здесь у нас какая-то энергия подается. По всему комплексу. Все такое знакомое. Большинство из этих ассетов я узнаю. Вот этого противника я узнаю. Летающая черепушка. Тут многие противники довольно стандартные для в Класс Креатора. Чуть-чуть изменены. Я их всех помню. Я почти все эти ассеты помню. Но разработчики свое кое-что добавили. Что такое? Почему я спотыкаюсь об эти части тела, и они мне наносят урон? Смотрите, куда он уехал. Ну, это ФПС Креатор. Тут постоянно будут твориться всякие непонятные вещи. Всякая дичь совершенно нелепая и невообразимая в других движках. Ой, как его интересно растянуло. Тут у врагов есть что-то типа Рэгдола. Видимо, авторы очень старались сделать так, чтобы эта игра была похожа на игры на всех нормальных движках. Но Креатор остается Креатором. Как бы мы с ним не заморачивались. Кабинки эти я узнаю. Я их тоже когда-то использовала в своем проекте. Берем топор. Это все, зачем мы сюда приходили. Конечно, стекла не разбиваются, на что я надеялась. Но просто... Просто посмотрим, вдруг тут разработчики что-то совсем новое добавили. Прорывное для Креатора. Вообще, это не чистый, конечно, ФПС Креатор. Тут еще стоит мод. Black Ice мод. Причем продвинутой версией, насколько я знаю. Он... Ну, очень сильно уменьшает баги и добавляет разные функциональности и всяких приколюх. Зомби только что выскочил из-под земли. Офисные зомби. Офисные помещения. На этой базе. Немного странно смотрится, но ладно. Посмотрим, что у нас тут. Аптечка, но мне пока не нужно. Просто кровища. Это банан. Банан тоже лечебный предмет, как ни странно. Но я сейчас не могу его поднять, потому что у меня здоровье на максимум. Я вижу ключ-карту, но как ее достать? Подойди и взять. Деревянная дверь, но у меня есть хороший топор. Подожди, как... А, вот так. Постаем, рубим дверь. Здесь у нас жирные зомби. И вот, собственно, все, что вам нужно знать об искусственном интеллекте в ФПС Креаторе. Он очень глупый. Очень глупый. Как его не настраивай. Если он замечает игрока, он идет к нему напрямую. И не важно, что перед ним стена. Не важно, что перед ним дверь. Не важно вообще, что перед ним. Они не умеют определять, можно ли достичь игрока. И что делать, если не может, например. То есть тут нельзя такие условия им прописать, как, скажем, в Unreal Engine. Тут даже близко такого нет. Для Креатора все эти условия это слишком сложно. Если враг игрока видит, он будет к нему напрямую переть. И ничего с этим не сделаешь. А, потому мы такие вещи наблюдаем, когда они тупо упираются в стены. И можно их побить из-за стены. И ничего нам за это не будет. Тут ничто нам не мешает так сделать. Ай. Да почему? Почему я... Ладно, не важно. Все, переходим дальше на следующий уровень, скорее всего. Подождали очередную длинную загрузку. Я буду их вырезать. Я буду оставлять только финальные фрагменты загрузки. И дальше уже буду что-то говорить, потому что нет смысла говорить, пока мы ждем загрузку. И, кстати, первый раз, когда я запустила игру, там очень долго красовалась надпись на мониторе. Загружается, подождите. Я уж подумала, что игра, она все... Мне комп повесила и... Сломалась, но на самом деле нет. Надо было просто очень долго подождать. Затоплен engine room, поэтому срочно всем эвакуироваться. И здесь вода. Сначала показалось, что это... Сначала показалось, что это... Типа волн жара, но оказалось, что это просто вода. Не знаю, зачем я кинула гранату, я не то хотела сделать. А еще герой сказал, что вода и электричество это... Отстойное сочетание. В принципе, да, вот там есть провод, он искрит. И, скорее всего, если я к нему подойду, он ударит током. От этого зомбаря я убежала, и он пытается проползти с поезд двери. Господи, ледняка. В общем, особо нарваться я не буду, потому что ящики разбиваются. Да, это очень круто, что ящики разбиваются. Хоть, может быть, и не все, но все-таки... Так, реатор так умеет делать разбиваемые ящики, а там возможно... Так, что я хотела сказать. Нарваться я особо не буду, потому что в этой игре лучше не умирать. Потому что иначе вы все начнете заново. И это очень неприятно. Сохранения здесь никаких я не обнаружила. Кнопку рестарта я тут не обнаружила. Но здесь дается одна попытка. Я уже потестила немного, попробовала играть. И если игрок умирает на уровне, ему дается еще одна жизнь. Смотрите, тут тень висит над персонажем. Это норма или нет? Это какая-то аномалия, да? Странная демоническая аномалия в этом месте. Тень висит над персонажем. Он, кстати, притворялся, но он на нас не нападал. Если бы я его не атаковала, я бы могла спокойно мимо него пройти и все. А здесь мы подбираем новое оружие. Но секрет нам засчитывается только если мы сюда пролезем. Хотя оружие мы можем подобрать гораздо раньше. Опять же, это креатор. Нельзя все так точно настроить, как в анриле, даже близко. С анрилом и с юнити, и с любыми другими нормальными движками это сравнивать не стоит. Я вижу, что вода поднимается. Это плохо. Я не успела пробежать дальше в дверь. Это значит, что сейчас, если я спущусь в воду, меня убьет током. Давайте попробуем пробежать. Ай-яй-яй, я застряла. Ай-яй, ну вот о чем я и говорила. Наш герой документирует, что я тут герой, я самый крутой, я не могу просто так понимать. Да, и говорит еще одну фразу, которую я не буду переводить. Думаю, и так всем все будет понятно. В общем, да, такие тут бывают моменты. Я не понимаю, как я должна была успеть взять секреты и еще сюда пробежать. Вот это немного непродуманный момент. Вообще, в нормальных движках сделано было бы так, что когда мы заходим сюда, тогда вода начинает подниматься. А тут, похоже, сделано все это по таймеру, или я не знаю, как, но... Это не круто. Я просто не успела банально сюда добежать. И вообще... А что, если я не знаю, что мне нужно сюда бежать? То все, это мои проблемы, и приходится просто переигрывать. Не очень сделано это дружелюбно по отношению к игроку. А? По-моему, там кто-то еще есть. Ладно, давайте пробежим. И сюда перепрыгнем. В воду лучше не падать, потому что это тогда будет все. Это будет все. Я, наверное, играю до первого проигрыша или застревания. Потом я эту игру бросаю, потому что все-таки... Вот. В свое время мне жалко, я не буду слишком много времени на это тратить. На эту игру, поэтому я буду играть столько, сколько играется. Это у нас настенная аптечка, которую мы не можем взять с собой, но с которой мы можем себе пополнить здоровье даже выше 100%. Это очень здорово. Да не надо пищать. Я просто через дверь хотела пройти, но, видимо, там закрыто. Черепуха очень странно себя ведет. Он меня покусал и спрятался куда-то за стену. Где он? Я не успела его убить, по-моему, он куда-то просто провалился. И что, куда-то ват провалился. Ладно, хрен бы с ним, давайте идти дальше. Да, я могу с дробовика убивать на больших расстояниях. Наверное, такие вещи тут не очень мало. Продуманные. Но, на самом деле, это хорошо, потому что дробовик мне нравится. Это мощное оружие. Единственное. Единственное, что плохо, то, что он очень медленный, и приходится его часто перезаряжать. В самый неподходящий момент. Прикольно вот это сделано. Включающаяся шестеренка. Машинный зал, в общем, всякие двигатели и прочие механизмы. Да кто еще? Иногда непонятно, кто, откуда стреляет. Пока ты сообразишь, кто и откуда, тебя уже убивают. Не знаю, у меня с реакцией пока что не очень. Я не слишком настроена, если честно, на игры с быстрой реакцией, поэтому я, может быть, буду немного где-то пропускать выстрелы и поставляться, но я не специально. Ладно, посмотрим. Мы что-то включили. Что у меня вообще есть за оружие? Наверное, мы дверь открыли. Кто-то, помню, продолжает стрелять, я не понимаю, кто и откуда. Может, где-то враг застрел в текстурах, либо он где-то внизу бегает. Ладно, это не важно. Уровни тут, похоже, не по порядку идут. Как-то в разброс. То есть цельного повествования нам не дают. Все, что я знаю о лоре игры, о сюжете игры, это было... Это то, что я прочитала в разных статьях об этой игре, которые автор активно пишет и пиарит свою игру как может, в общем. Поэтому я немного почитала. И в самой игре нам никакой особой информации не подается. То есть кто мы, зачем мы здесь, в чем смысл нашего существования. Об этом ничего особо неизвестно, никаких записок тут нет. Главный герой в своих фразах, он тоже ничего об этом не говорит. Он просто насмехается над врагами и все. Давайте осмотрим сначала нижний этаж. Этого сооружения. Может, где-то здесь есть секреты. Автор тут сделал секреты. И я бы, конечно, поискала и поизучала бы попристальнее. Но я очень боюсь застрять в объектах. В креаторе это... Так постоянно случается. Если вы застрянете, то все. К вам никто уже не поможет. Поэтому я не буду слишком пристально всего осматривать. Потому что не хочу где-нибудь застрять за ящиком и все. И там закончить игру. Тут ничего нет. Еще очень темно. Может, все-таки нужно было выгрузить яркость. Ничего не видно. А вдруг там пропасть. Я зайду и упаду. Пока неудобно расставлено со взрывными бочками рядом. Это очень хорошо. Там тоже завал из мусора. Давайте все это взорвем. И теперь можем пройти дальше. Нам даже прибавили немного здоровья. Почему? Потому что мы врагов убиваем. Когда мы их убиваем, нам что-то прибавляется. То ли здоровье, то ли патроны. Я не совсем успеваю уловить. Но что-то нам за это дают какую-то награду. Кого-то ящиком пригавило. Поэтому не забывайте на стройке носить каску. Правила безопасности. Это наше все. Так, понятно. Там уже кто-то бежит. Но я еще не осмотрела. Подожди, или я тут была? Я тут была. Я немного запуталась. Куда мне сейчас идти? А здесь мы не пройдем, ясно. Значит, у нас только один путь в любом случае. Нам нужно наверх куда-то. Забираться? Кто? Кто-то еще стреляет. Ты что ли? Ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Разобьем все коробки. Иногда там бывают полезные вещи. За ними спрятаны. А там что? Вообще мы довольно высоко прыгаем. Значит, можем посмотреть, что у нас тут. А тут у нас внезапно секрет. Скорее всего, я многие секреты пропускаю. Потому что я просто не буду здесь. Я уже сказала причину. Потому что застрять в объектах очень легко. А? Случилось. А куда-то вниз, по-моему, упало. Тут совершенно ничего не видно. Чернильная чернота. Она должна куда-то запрыгнуть. Смотрите, там что-то есть. Похоже, это секретка. Но я не могу никогда оттуда добраться. Упасть я туда не могу. Запрыгнуть куда-то я тоже не могу. А что делать тогда? Ничего не видно? На этот ящик залезть? Или тут не ящик и стена? Я не вижу. А, подождите. Тут дверь, оказывается, открывается. Но она даже никак не выделена и не подсвечена. Что она вообще открывается. Ладно. Так, давайте. Она взрывная. Да, она взрывная. Она все тут разносит. И, наконец-то, мы выбираемся куда-то дальше. На верхний уровень, куда мы раньше не могли попасть. А, так. Взять, что ли, аптечки? Попробую взять. Надеюсь, я не застряну, пожалуйста, не надо. О, там еще что-то есть. Я вижу, там большую пушку. Давайте ее возьмем. Взяла пулемет, но... Почему-то вместо него у меня в руке граната. Вообще-то, другое подняла. Ну, ладно. Они с-под земли просто из ниоткуда выскакивают. И легко могут заспавниться за спиной. Что только что и произошло. Эти враги, они довольно опасные. Которые быстро стреляют из пулемета. Нужно их повремя убивать. Так, теперь мне нужно наверх, да? Вот туда можно пойти, либо сюда можно пойти. Там какой-то длинный коридор. Давайте я туда пойду попозже. А тут ничего нет. Ну, ладно. Значит, пойдемте прямо сейчас. Кто-то на нас бежит. Тоже знакомый противник эспириатора. Все. Все, мы его убили. Посмотрим. Куда-то мы угодили. Он сказал, ха-ха, ты попался в такую простую ловушку. А наш герой отвечает, ты какой-то гребаный комедиан. Все, ты тут выделываешься. Всех посылает, никого не боится. Так, сюда мы не пройдем. Туда лучше не падать. Что-то мне подсказывает. Там аптечка лежит, но я на это не куплюсь. Я не пойду за аптечкой. Он не стреляет. Как всегда, стоят рядом с бочками, но это специально так поставлено, чтобы было проще убивать. Здесь тоже закрыто. Похоже, у нас только один путь вниз, но я вот так аккуратно по стеночке спущусь, потому что прыгать по этим дурацким столбам, естественно, я не буду. Я знаю более удобный и короткий путь. Вот так аккуратно, аккуратно. Вот и все. Но мы спускаемся совершенно безопасно. А там в воде электричество, если бы мы упали. О, смотрите, тут даже есть типа физика цепи, которые типа качаются от ветра. Хотя на самом деле никакой физики. Хотя нет, какая-то физика в Креаторе есть, но это вообще похоже на анимацию движения. Зацикленную. Но точно я не знаю, как это тут сделано. В Креаторе очень ограниченные возможности для всего. И для физики, и для всего прочего. Хватит уворачиваться. Так, я никак не могу прострелить через лестницу. Ладно, тогда поднимемся и просто так-то убьем. Трудно иногда по ним попасть, они прыгают в разные стороны, уклоняются. Анимация забавная, но это работает. Иногда в них трудно попасть. Я перезаряжу все оружие пока что. Сделаю небольшой перерыв, потому что дальше может быть все что угодно. Все, вылечились. Давайте лучше я разобью ящик. И тут аптечка была, но мне пока не нужно. Дверь закрыта. Повсюду кровища. У меня плохое предчувствие насчет этого. Давайте наш персонаж. Я не помню, как его зовут. У него есть имя, но я забыла. Как его зовут, но это не особо важно. Ясно, сюда мы не пройдем. Туда вроде бы мы можем пройти, но... Я не полезу через эту кучу шлака, потому что можно в ней застрять. Ау. Вот это было немного неожиданно сейчас. Дверь посвящена зеленым, но она закрыта. Что за обман? Тут вообще дверь ведущая в никуда. Зачем тут вообще дверь нужна? Я не понимаю. Ладно, давайте спрыгивать. Надеюсь, там внизу... Конечно, я так и знала, что там нас что-то ждет. Так, он что-то нам сказал, я не успела прочитать. Нам надо от него сваливать, потому что... Нам сказали, что он неуязвимый, и надо поскорее убираться. О нет. О нет, это все-таки случилось. Это все-таки случилось, я застряла. Ну нет. У меня все-таки хорошо получалось до этого момента. Давайте попробуем как-то выбраться. Может быть, если я кину гранату, то меня импульсом вышвырнет отсюда. О, да, сработало, сработало. Но я не знаю, по-моему, импульса никакого я не ощутила. Может, это просто из-за анимации меня отсюда выдолкнуло. Так или иначе, мне повезло пока что. Пока что я все еще не проиграла и нигде не застряла. Что равносильно проигрышу в хриаторских играх. Ой, как его только что в стену впечатало, забавно. Нажимаем кнопку и... Он сказал, что энергия включена, кажется. Кажется, мы подали питание на что-то куда-то. Давайте выясним. Куда идет этот коридор. Тут множество ящиков. Враги прячутся за каждым ящиком. Ну, почти за каждым. Так. Понятно. Тут нас готовят к бою с боссом, которого мы уже видели. От которого мы сбежали. Но сейчас, возможно, мы сможем с ним справиться. Взяли пулемет. Наконец-то он в наших руках появился. Так. А мне обязательно выходить? Это тот же самый зал. Ой. По мне уже начинают стрелять. Можно я отсюда как-нибудь? Нет. Наверное, все-таки придется слезать. Чего не поделаешь. Очень не хочется сейчас проиграть. Просто нужно нажать кнопку. Подожди. Какую кнопку? Сейчас нажмем. Где кнопка? Надо вот эту штуку уничтожить. Вот этот генератор. Это кнопка. Подожди. А сейчас я не могу дать что сделать? Это не похоже на кнопку. Это похоже просто на лампочку. Это похоже на столб с лампой. Уничтожить нельзя. Ладно, давайте попробуем. Все-таки это была кнопка. Но на кнопку это не было похоже совершенно. Блин. Он к нам лежит. Ай. И умеет притворяться мертвым. Либо он без сознания падает. Иногда на полу лежит. Просто так. Отдыхает. Почаще бы он так делал. Давайте будем делать лечиться. Потому что все-таки здоровье он отнимает. Очень так. Нехилое количество. Ну, к счастью, нам дается достаточно аптечек, чтобы пережить эту битву. Стреляем просто из всего, что у нас есть по нему. И желательно из чего-то помощнее. Очень живучий. Что у нас еще есть? Пистолет явно не подойдет. О, у меня пулемет еще есть. Прекрасно. Ну, и все. Мы победили. Мы молодцы. Идем дальше. Уровень с наводнением. Ай, я просто ненавижу этот уровень. Ты очень храбрый для смертного воина, но ты погибнешь в этих затопленных коридорах, сказали нам. Но мы, естественно, постараемся выжить. Могу ли я сюда запрыгнуть? Ладно. Тогда не будем пытаться туда запрыгнуть. Просто я хотела запрыгнуть, потому что, когда я играла самостоятельно без записи, тут на меня накинулись сумасшедшие рыбы. Вот эти. И просто в пару секунд сожрали все мое здоровье, я даже не успела заметить, я не ожидала. Я пока доставала оружие, а пока пыталась сообразить, что делать, меня съели. Поэтому я психанула и бросила. Так что этот уровень я его не проходила полностью. Я вообще не знаю, что меня ждет. Дальше этого момента я не проходила. Интересно, граната взорвется в воде? Давайте... Ух ты. Взорвалась и даже кого-то зацепила, по-моему. Эксперимент прожел удачно. Ничего полезного. Непонятно, откуда опять на спаунили зомби. Музыка здесь неплохая. Мне нравится музыка в этом уровне. Пулемет нашли, пригодится. О, нет, только не говорите, что придется плавать. Ненавижу плавать в играх. Ладно, тут... Благо тут недалеко пришлось плавать. А так я все время паникую, когда меня заставляют в играх плавать. Мне кажется, что главный герой задохнется каждую секунду. Это очень напрягает. Статуя креаторская. Я тоже ее помню. В некоторых играх я уже ее видела. Что это у нас? Аптечка? Дайте аптечку. Это не аптечка. Ладно. Посмотрим. У нас есть опять несколько путей. Можно пойти вот сюда. Такие картины. Очень интересно. И чем они здесь? В общем, можно пойти туда в вентиляцию. Ой. Как это так у него получилось? Просто на воздухе тупо стоял и стрелял по нам. Я не уверена, куда мне сейчас нужно идти. Либо в вентиляцию, либо может быть вот сюда. Тут тоже что-то есть. Какие-то помещения. Лестницы, комнаты. Аптечку нашли. Ладно, за аптечкой сюда точно стоило зайти. Но вопрос, куда нам дальше нужно по сюжету, а где необязательные места для исследований, потому что я предпочитаю сначала все исследовать, потом идти дальше по главному маршруту. Давайте лучше вернемся. Давайте лучше вернемся. И обследуем сначала вентиляцию. Потому что дальше, мне кажется, там основной маршрут впереди. За дверью кто-то там нас ждет, поэтому не застревает только. Ладно. Так, подожди. То есть мы бы в любом случае сюда прошли, да? Это тоже самый коридор или нет? Еще одна вентиляция и припасы. Это даже секрет. Даже не просто припасы, а мы нашли секрет, хотя он был не слишком сильно спрятан. Еще припасы. Никто на нас тут не бросится в вентиляции. Нет, тут никого нет. Только щита тушки валяются, но они безобидные. Так, сейчас я спрыгну, да? И на меня опять накинутся рыбы или еще не знает кто. Давайте посмотрим, что в этой стороне. Я не спешу. А, понятно. В этой стороне то же самое. Кто-то по нам стреляет из пулемета. Давайте отбиваться. О, нет, меня убили. У меня есть еще одна жизнь. О, господи, нет, только не это. Это все-таки случилось второй раз. И тут, похоже, совсем все плохо. Тут еще хуже, чем было в вентиляции, потому что там хотя бы у нас было больше пространства. А здесь мы намертво застряли. То есть, если вы погибаете, то потом движок у вас респавнит там же, где вы оказались. Там же, где вы раньше были. Даже несмотря на то, что это такое место, где легко можно застрять. Тут нет никакого места, которое можно указать, чтобы игрок там конкретно респавнился. Похоже. Похоже так. Вот поэтому, вот поэтому я не советую играть в креаторские игры всем людям с нормальной психикой и с нормальными нервами. Да, тем, кому жалко свою психику и те, кто не конченые мазохисты, играйте лучше в нормальные игры на нормальных движках. Я вас умоляю. Очень не хочется сейчас на этом заканчивать, потому что я уже так далеко зашла из-за тупого идиотского застревания. Я сейчас не пройду дальше. Делать игры на этом движке и играть в них это то еще испытание. Я просто это сделала по старой памяти. Ну, я уже успела об этом пожалеть несколько раз. Я думаю, может быть, граната меня отсюда выкинет, как в прошлый раз было. Нет. Сейчас. Вот это вообще непонятно, куда улетела где-то, за пределами карты взорвалась. Я даже не могу главного героя убить, чтобы отсюда выбраться и начать заново. Хотя я, скорее всего, не буду начинать заново, потому что здесь нет кнопки рестарта. Мне сейчас придется всю игру начинать опять. С самого начала. Это совершенно меня не радует. Вот такие дела. Многие сейчас люди ушли из креаторского сообщества на другие движки, включая меня. Я тоже ушла. И я очень этому рада. Очень этому рада. А те, кто остались, они сейчас ничего не делают интересного, на мой взгляд. Но вот эта игра, она более-менее все-таки меня заинтересовала. Но, как мы видим, как бы авторы не старались, как бы они не страдали, пытаясь сделать из этого что-то играбельное, я, конечно, понимаю, им приходится очень сложно, но в результате мы имеем все те же проблемы, что у креатора всегда были. И они останутся, как ты с ним не извращайся. На этом тогда закончим. Я не советую, никому не советую тратить свои нервы и свое время на этом. Знаете, что? Все было не так плохо. Я оказалась не права. Все-таки можно продолжить игру. Все-таки можно продолжить игру с того уровня, на котором игрока убивают. Можно. Потому что, когда я вышла в меню, я заметила, что кнопка continue она стала доступна. Раньше она доступна не была. Я думала, что вообще нельзя продолжить игру. Если ты умираешь, ты начинаешь с самого начала, сейвов нет. И это меня очень взбесило очень сильно. Я была такая злая, что я дошла... Ну, так далеко дошла, и мне пришлось из-за идиотского этого застревания в идиотских этих объектах пришлось все бросать, но оказалось, что все не так плохо. Хоть сейвов нет, но есть возможность продолжить, начать этот же уровень заново. То есть, если нажать кнопку продолжить, этот же уровень, он загрузится. Так что все не так плохо, если у вас есть много свободного времени, если у вас есть сильное желание эту демку пройти, если у вас крепкие нервы, то вы можете скачать, попробовать ее самостоятельно, почему бы и нет. Все-таки хоть чуть-чуть, но она наше время уважает и экономит. И это, несомненно, приятно. Я все же решила пройти, потому что я хочу ее добить. Если я уже на нее потратила какое-то время, это же должно к чему-то привести. Давайте уже до финала доведем все начатое. Тем более, тут должно не так уж много оставаться, я думаю, потому что мы уже много уровней сыграли. Скорее всего, либо этот, либо следующий будут уже финальными. Ой. Давайте быстро отсюда спрыгнем, опять это место. Прогреб. Совершенно мне с этим уровнем не везет. Вот и все. Я не понимаю, почему у меня такие проблемы были с этим противником. Он меня как-то, понятно, очень быстро убил в тот раз. Ненавижу это место. Вот туда еще, по-моему, можно залезть, но я не знаю как, я не буду рисковать. Не хватало еще раз тут застрять где-то в другом месте. Подожди, а тут ничего. А тут ничего нет. Какого спрашивается хрена? Все дальше. Никаких секретных проходов тут нет. А, подождите, там дверь, кажется, я вижу. Дверь. Ай, что? Что? Что происходит? Кто это делает? У меня только что хп-шку что-то непонятное что-то непонятное мне отняло здоровье. Это креатор. Тут убить может все, что угодно. Хоть простая лестница, хоть простой стул, хоть враг, хоть невидимый враг. Хоть просто воздух. Вы должны быть готовы ко всему абсолютно, я предупреждала. Такие игры, они не для не для слабонервных. Ну ладно. У нас пока хватает здоровья. Я просто очень не хочу еще раз проиграть на этом же самом уровне, иначе у меня так бомбанет, что просто, я не знаю. Спокойствие. Только спокойствие. Я уже так просто отвыкла от креаторских игр, что у меня нервы начинают немножко сдавать. Ой, нам придется вниз прыгать. А, нет, это уже конец уровня. И вот. Покажу титры. Добавь игру вишлист сейчас. Нет, пожалуй, я не буду этого делать. Я не выдержу, я просто не выдержу. Тут все люди, которые ответственные за безобразие, которое мы недавно наблюдали. Ну, не обижайтесь, конечно, но я это скипну. И сейчас соберусь с мыслями и сделаю свои выводы по поводу игры. Ну, вы сами все видели и можете представить уже, что я скажу. Я не советую, только если вы не мазохист. А так, если хотите сделать ретро-шутер, есть какие-то другие варианты, другие движки для этого. А креатор, он, конечно, в чем-то дает свои преимущества, насколько я знаю. Там много моделей, нет лицензионных начислений, он бесплатный и так далее. Но вы с ним так замучаетесь, и он настолько погонный, что игроки вам просто этого не просят. Спасибо за просмотр. Играйте в хорошие игры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok